Здравствуйте, уважаемые посетители и гости сайта «Заметки Электрика». Сегодня я решил рассказать вам об устройстве светодиодной лампы EKF мощностью 9 Вт. Эту светодиодную лампу я сравнивал в своих экспериментах с лампой накаливания и компактной люминесцентной лампой. И по многим показателям она имела явные преимущества. Подробнее с моими экспериментами вы можете познакомиться, перейдя по ссылкам, указанным вверху в видео. А теперь давайте разберем ее, посмотрим, что находится внутри. Думаю, что вам будет не менее интересно, чем мне. Итак, устройство современных светодиодных ламп состоит из следующих компонентов. Рассеиватель, плата со светодиодами, другими словами, кластер, радиатор в зависимости от модели и мощности лампы, источник питания светодиодов, драйвер и цоколь. А теперь рассмотрим каждый компонент в отдельности по мере разбора лампы EKF. У рассматриваемой лампы используется стандартный цоколь Е27. Он крепится к корпусу лампы с помощью точечных углублений, точечных кернений по всей окружности цоколя. Чтобы снять цоколь, нужно высверлить места кернения или сделать надпил ножовочкой. Лампу я уже разобрал, поэтому сразу буду вам показывать, из чего она состоит. В общем, красный провод соединяется с центральным контактом цоколя, красный провод с драйвера. А черный соединяется с резьбой, припаян к резьбе, вот в этом месте. Корпус выполнен из алюминия и теплорассеивающего пластика, который обеспечивает хороший отвод тепла. А значит, увеличивает срок службы светодиодов и самого непосредственного драйвера. По паспорту заявлено до 40 тысяч часов работы. Максимальная температура нагрева этой светодиодной лампы составляет всего 65 градусов. Драйвер кепится к корпусу с помощью силиконовой пасты. Это я уже говорил, вот к стеночкам. Чтобы добраться до драйвера, мне пришлось отпилить арсеиватель и вынуть плату со светодиодами. Что же такое драйвер? Драйвер это источник питания светодиодной платы. Он преобразовывает переменные напряжения сети 220 вольт в источник постоянного тока. В этой светодиодной лампе установлен драйвер на микросхеме BP2832A. Вот типовая схема этого драйвера. Взята из паспорта. Драйвер в этой светодиодной лампе выполнен на основе импульсного преобразователя. Его главное достоинство перед другими схемами это высокий КПД и минимум пульсации на нагрузке. Красный и черный провод это напряжение питания сети 220 вольт. Бесцветные провода это питание на плату светодиодов. В данном драйвере имеется защита от короткого замыкания. Рабочий режим драйвера находится в пределах от 85 до 265 вольт сетевого напряжения. В нем применяются электролитические конденсаторы, предназначенные для продолжительной работы при высоких температурах. 105 градусов Цельсия. Рассеиватель. Вот он так вот крепился. Рассеиватель сам. Выполнен из пластика. И с помощью него достигается равномерное рассеивание светового потока ламп. Это плата светодиодов, или другими словами, кластер. На круглой алюминиевой пластине для лучшего отвода тепла через слой изоляции размещено 28 светодиодов типа СМД. Светодиоды соединены в две параллельные ветви, там вот видно дорожки, по 14 светодиодов в каждой. Светодиоды между собой соединяются последовательно, то есть если сгорит хоть один светодиодик, то не будет гореть вся ветвь. Но при этом вторая ветвь остается в работе. Ну вот, в принципе, это все, что я хотел рассказать вам об устройстве светодиодной лампы. На примере светодиодной лампы EKF мощностью 9 Вт. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». «Заметки Электрика»